По итогам прошлого года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстане достиг рекордных 28 миллиардов долларов. Однако львиная доля вложения шла и продолжает идти в сырьевой сектор. Напрашивается вывод, что инвесторов кроме добычи сырья больше ничего не интересует. Так ли это, готовы рассказать наш корреспондент Сабина Балашкина. Она находится в Сенате, где как раз обсуждают вопрос инвестиций. Сабина, вам слово. Да, Гульнар, действительно, сенаторы обеспокоены тем, что структура нашей экономики продолжает быть импортозависимой. Так, Казахстан на 90% зависит от импорта, например, важнейших строительных материалов. Кроме того, несмотря на значительные бюджетные вливания, предоставление налоговых и таможенных преференций в ОПК, мы заводим до 56 социально значимых продовольственных товаров. В целом, как заметили депутаты, наблюдается низкий уровень привлечения частных инвестиций в промышленность. Так, сенаторы также привели примеры, которые мешают развивать инвестиционный климат в нашей стране. Это случаи, когда госорганы не исполняют свои обязательства. Это нехватка сырья для переработки готовой продукции, сложность получения технических условий для подключения к электрическим сетям, высокий износ инфраструктуры, энергетический дефицит и другие проблемы. Чтобы привлечь в страну новых инвесторов, депутаты предлагают предоставлять им льготы, четко определить приоритетные виды деятельности на территории СЭС, сократить сроки по выдаче технических условий, предоставить возможность выкупать земельный участок участниками СЭС после достижения мощности производства и так далее. Большая часть рекомендаций законодательно уже закреплена, отдельно и находится на стадии отработки. Депутаты надеются, что эти новеллы дадут дальнейший импульс развитию промышленности и предпринимательства. В нашей стране также сегодня с докладами выступили министр национальной экономики, председатель национальной баллаты Атамикен. О чем они говорили, расскажем уже в следующих информационных выпусках. Поэтому, Гульнар, на этом у меня пока все. Благодарю, Салина Балашкина была с нами на связи с Сената.